здравствуйте с вами взрослые игры я марина топекина и сегодня я хочу поговорить на тему обиженные люди ну во первых каждый из нас периодически в жизни на кого-то обижается но бывают люди которые настолько уязвимы что они обижаются 24 на 7 и они даже не всегда это осознают пока это не начинает проявляться на другого человека именно про таких людей мне хочется сегодня вам немножко рассказать ну что значит обижается 24 на 7 в первую очередь люди вообще просто на все реагируют то есть как бы у них очень много например ожиданий которые они тоже очень многие не осознают ожидания например что их будут хвалить ожидания что с ними будут все по-доброму ожидания например что они будут нравиться другим людям да ожидания например что их никто не будет притеснять ну то есть вот есть какие-то ожидания которые у них постоянно как бы прокручиваются на бессознательном уровне и такой человек работая в коллективе как только в его сторону появляется скажем какое-то неприятное проявление даже если это проявление скажем связано с тем что у человека просто ну дурное настроение до дурной характер я не знаю что там все что угодно этот человек тут же реагирует и находится под влиянием собственной реакции как это происходит он как будто бы знаете вот так вот сокращается весь и становится немножко забитым причем это иногда действительно бросается прямо глаза а иногда это происходит у него внутри но после того как произошла эта ситуация он становится еще более таким вот скажем уязвимым и вовлеченным во все процессы общения которые происходят с ним ну сейчас попробую рассказать на примере если у нас в семье есть обиженная родственница возьмем женщину хотя бывает на самом деле мужчины мужчины бывают настолько сильно истерят по любому поводу что с ними действительно также сложно а бывает еще и сложней и если мужчины физически сильнее чем женщины но мы берем все-таки обиженную родственницу это тот вариант когда ты не понимаешь стоит ее приглашать в гости или не стоит почему если ты ее приглашаешь гости ты понимаешь что в любой момент она может на что-то обидится и ты сидишь собственно говоря как вот но на mini до если ты ее не пригласишь в гости до ты понимаешь что она тоже обидится. Те люди, которым в принципе все равно на реакцию даже близких людей, они так сильно на эту тему не запариваются. А те люди, которые действительно стараются быть тактичными и стараются никого не обижать, вынуждены постоянно удерживать в голове информацию о том, что кто-то очень остро на все реагирует. И получается, что такой человек постоянно притягивает негатив в свой адрес, даже если он этого не хочет, а скорее всего он этого не хочет. Ведь спросите у обиженного человека, хочешь ли ты чтобы люди о тебе думали, что ты действительно постоянно истеришь, что ты нервный, что ты обидчивый, что с тобой сложно расслабиться, что при тебе невозможно пошутить, что ты на очень многие вещи реагируешь. Человек скажет, нет, я не такой, или скажет, да, я такой, но это не моя вина, я бы хотела поменяться, у меня не получается, я бы хотела, чтобы люди ко мне относились как бы по-доброму, но тем не менее ничего с собой такой человек не делает. И на самом деле в глазах окружающих как бы мнение о нем с каждым годом ухудшается, а не улучшается. Я знаю, я сам должен все понимать, детка. Ты на меня обиделась? Ну, заяц. Я, наверное, что-то натворил, что-то плохое, точно. И должен знать, что. А может, тебе кажется, что я это сделал? Нет, нет, сделал. Я это сделал. Я сделал большую, при большой гадости, я жутко извиняюсь. Холли, ну ладно тебе, а? Холли, ну постой. Милая, ты обязана сказать, что случилось. Ты не хочешь разговаривать, пока мы не войдем в квартиру, а? Неужто опять погонишь меня спать в ванну? Откуда у человека такая уязвимость, да? Вот реагировать на все и вся, если, скажем, ему уже, допустим, 30-40 лет, то есть это не маленький ребенок. И, в принципе, это может быть человек достаточно разумный. В какой-то период жизни эти люди начинают понимать, да, свои особенности и начинают стараться прямо внутри себя одергивать. Ну, одно дело осознавать и одергивать, а другое дело, ты внутри себя все равно реагируешь. Ну, другой пример. Живет женщина с мужчиной, да, и мужчина понимает, что он реагирует на очень многие вещи. Например, на то, что жена, допустим, не предупредила, что пришла с подружкой домой, да, вот, например, не подумав о его комфорте. Например, скажем, то, что жена, допустим, не позвонила, не узнала, не спросила у него в течение дня, как он себя чувствует, несмотря на то, что знала с утра, что он заболел. То есть, понятно, что причины могут быть от вообще пустячных до достаточно серьезных. И мужчина старается, чтобы не выходить на конфликты, чтобы не портить отношения в семье, это удерживать в себе. Но каждый раз происходящее с ним событие, там, внутри него, гасят свечку. Да, что это такое? Это значит, он находится действительно в каком-то беспомощном, расстроенном, да, состоянии. У него очень часто есть какие-то переживания, которые мешают ему сосредоточиться на важных вещах. Это ему мешает действительно больше доверять окружающим и открываться, потому что куда уж там открываться, если ты, в принципе, постоянно, да, и так испытываешь какие-то неприятные эмоции из-за окружающих людей. Кажется, лучше жить в лесу. На самом деле не лучше, потому что здесь же речь идет не только о том, что люди влияют на этого человека, но и, в первую очередь, о том, как человек воспринимает окружающий мир. И поэтому, где бы он ни проживал, да, наедине с самим собой, он все равно будет постоянно уязвим и, в принципе, будет испытывать какие-то неприятные эмоции по поводу собственных мыслей. Такая уязвимость, она является, в принципе, как бы основой темперамента. Чаще всего это люди с меланхоличным темпераментом, которые, как бы, ну, никогда в чистом виде темперамента нет, поэтому которые могут быть смешаны, да, с другими типами. И, соответственно, получается, что с детства они сталкиваются тем, что у них увлажняются глаза, даже если это мужчина, взрослый мужчина, если что-то его задевает, как бы сразу видно, как у него пробежала вот такая вот горечь по лицу, как будто бы он сейчас заплачет. Это очень часто угнетает по причине того, что окружающие тебя слишком хорошо считывают. Соответственно, как бы, в подростковом возрасте и старше, как бы, люди, да, одного ствола по мужчине начинают над тобой подсмеваться, иногда и женщины. И ты не видишь понимания, или если видишь, то больше видишь даже не сочувствие, а жалость, которую тебе бы не хотелось видеть от людей. И получается, ты не знаешь, как с этим справиться, потому что темперамент, ну, это, собственно, природное явление. Некоторые говорят, уязвимые люди – это те, которые не наказывали, например, да, избаловали, неправильно воспитали, ну, может быть, да, там не было, скажем, у мужчины мужского воспитания, например, да, более истеричные, очень распущенные и так далее. И в каких-то ситуациях, наверное, я с этим соглашусь, потому что бывают разные проявления. Вот сначала темперамент, а потом вот как жизнь сложилась. Но в большинстве своем, поверьте мне, если человеку комфортно быть толстокожим и не реагировать на очень многие вещи, то он это будет делать. Если у человека это не получается, то, увы и ах, он будет обижаться, и постепенно, на протяжении всей жизни, он будет учиться скрывать эти свои обиды. И поэтому бывают ситуации, когда, например, женщина приходит и говорит, ну, как так? Вот еще вчера, допустим, неделю назад мы сидели, смотрели фильм, он меня целовал, а сегодня он мне сказал, мы разводимся, потому что он устал, он настолько на меня обижен, что он понял, что он не видит нас вместе. Он что, обманывал меня в тот момент, когда целовал, когда смотрел фильм? И я начинаю объяснять, что человеку бывает просто накрывает. потому что, в принципе, в какие-то моменты он забывает, когда ему хорошо, про то, что у него происходит внутри, но если какая-то появляется неприятная или стрессовая ситуация, то у него формируется целый ком переживаний, которые он уже насобирал. Это может быть и женщина, может быть и ребенок, может быть подросток, который начинает бунтовать. И он иногда даже уже не может нормально объяснить, на что он обижен. Он просто обижен. Вы просто становитесь как бы камнем преткновения во всех его неудачах и проблемах. Другой человек становится виноватым во всем по причине того, что этому человеку, уязвимому, очень тяжело. Как же жить с теми, кто постоянно обижается и молчит? Ну, давайте еще один пример. Берем ситуацию, когда у нас есть обидчивый коллега на работе, который, например, действительно отреагировал на то, что вы не пошли с ним пить кофе, ушли, не дождавшись его, к примеру. Потом отреагировал на то, что, например, скажем, вам отпуск утвердили, а ему не утвердили. Ну, еще на какие-то вещи, еще раз говорю, от значимых до незначимых. И вроде получается, в некоторых моментах вы вообще не виноваты, в каких-то моментах вы просто не задумались и не подумали, да и вообще не считаете, что вы настолько зависимы друг от друга, чтобы постоянно где-то вместе находиться. И по итогу получается, когда вы выполняете какой-то определенный фронт работ, где вы определенным образом взаимозависимы, вы начинаете чувствовать, что вам некомфортно, потому что, в принципе, это не про то, что человек пытается вредничать и обижать вас. Хотя ведь и такое бывает. Ведь тот, кто обидчивый, он бывает очень вредный. Но чаще это про то, что человек замкнулся, у него нужно все выспрашивать, от него невозможно получить по-доброму какой-то поддержки, какой-то информации. Он не подскажет, даже если увидит твою ошибку, просто по причине того, что у человека такое ощущение как будто шуры на глазах. Я обижен, все, да, мы с тобой вместе работаем, но это абсолютно не обозначает, что я готов с тобой общаться. И что тут делать? Бегать вокруг него и говорить, прости, 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 кричать на него, так нельзя, ты, коллега, мы с тобой работаем, это не детский сад. Поверьте мне, и тут этот вариант абсолютно бесполезен. В некоторых ситуациях нужно действительно понимать, как стоит себя вести с людьми, которым внутри постоянно плохо. Как жить и работать с людьми, которые обижаются и молчат? Еще один пример. Берем ситуацию, когда, например, у нас есть, опять же, пара мужчин и женщин, да, и жена начинает обижаться и постоянно не проговаривает это. Основная причина, как правило, все-таки, во-первых, люди понимают, что это бесполезно делать, потому что они часто обижаются, они это знают. И вторая причина, может быть, человек боится испортить отношения. То есть ему вроде как бы хочется, да, что-то высказать, надуть губы, да, вот, но тем не менее он молчит. Бывают, конечно, обидчивые люди, которые и вспыльчивые, и всклочные, но, знаете, там вариант проще. Проще в каком плане? Он высказался, и, в принципе, если вы готовы с ним обсудить, да, и услышать друг друга, можно что-то отредактировать в вашем общении. Здесь невозможно. Почему? Потому что в моменте, когда человек обижается, ему сложно это сказать. Для него это как будто бы, знаете, открыть душу и сказать, смотри, ты вот сюда ударил, да, или вот сюда ударил. Поэтому в моменте он такой раз и закрылся. А когда момент прошел, и он сам не может полноценно вам объяснить, что произошло. Иногда он действительно не хочет, но чаще всего не может. И получается, есть у нас женщина, у которой муж пришел с работы, она уже там вот наобиделась, вот очень-очень много. А он даже не замечал этого, потому что, например, у него происходил какой-то стресс на работе, может быть, комиссия какая-то приезжала, может, еще что-то. И тут наконец-то все это закончилось, он пришел домой, ему хочется теплых душевных разговоров, ему хочется, скажем, отдохнуть, расслабиться, поделиться с женой чем-то. И в какой-то момент он приходит с работой, и вот этот вот бамс, а тут дома, тишина. И ты вдруг начинаешь понимать, до этого ты был занят собой, что что-то не так, что как минимум, вы находитесь, скажем, на разных сторонах баррикады, а может быть, уже нарастает конфликт. И именно по этой причине происходят ссоры, когда человек начинает говорить, вот, мне так плохо, мне нужна помощь, а тут еще и ты. Да, а тут еще и я. Вот такой вот, или вот такая вот, уязвимый, обидчивый, молчаливый, умеющий проглатывать до определенного периода, и потом в какой-то момент показывать такой бум, взрыв, да, когда вообще люди на тебя смотрят и думают, ну ты вообще в своем уме, что с тобой происходит, почему ты находишься в таком аффекте. Поэтому очень сложно, как бы, найти общий язык с такими людьми, ну и сейчас я буду понемногу рассказывать, каким образом с ним выстраивать общение. Для того, чтобы человек смог все-таки отпустить ситуацию, когда он обижается, в первую очередь, если вы видите, что у вас ваша вторая половинка, ваш коллега или еще кто-то замолчал, нужно дать этому человеку побыть в своем внутреннем кризисе. Ну, ведь обида – это тоже внутренний кризис, когда ты чего-то хочешь, да, но не можешь этого получить. И не важно, насколько это важно на самом деле и в масштабах Вселенной, и в масштабах твоей жизни, не надо обесценивать ничего, просто вот обида – это внутренний кризис. И каждый человек, он имеет право на свой внутренний кризис. То есть, как бы, в принципе, человек не обязан, да, находиться в хорошем настроении ради нас. Человек обязан научиться ради себя жить гармонично, да, и чувствовать себя хорошо. Но к этому идут единицы, и, скажем, не у всех получается. Очень многие все-таки настроены на то, чтобы что-то, скажем, доказывать другому, да, учиться влиянию на других людей и так далее. Вот возвращаюсь к теме. Что же нужно делать? Нужно оставить человека в покое. Каким образом это сделать, если, например, вы по работе на самом деле завязаны? Ну, старайтесь в какой-то степени копировать поведение, да, другого человека, который обижен. То есть, отзеркаливать. Не в смысле там вредничать, допустим, да, но если вы видите, что человек закрылся и минимизирует информацию, старайтесь разговаривать скудно, скупо, да, как можно меньше, как бы, вторгаться в его границы, вот, запрашивать какую-то информацию, если есть возможность, письменно, вот, и, в принципе, дать человеку, да, побыть со своей обидчивостью, со своим кризисом. Потому что, смотрите, когда это происходит внутри у человека, если мы начинаем к нему подходить, он как будто бы нагревается, да, и такой внутри себя говорит, ну, ну, давай, сейчас я тебе бабахну за то, что ты мне сделала. Когда мы от него отходим, он греется, 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 не понимает, куда деть эту температуру и начинает остывать. Как правило, на самом деле, обидчивые люди отходчивые и, в принципе, даже способны идти первыми на разговор. Главное, как бы, дать им эту возможность, а для этого нужно уметь держать дистанцию, и дистанция, в первую очередь, заключается все-таки в разговоре. То есть, с одной стороны, да, вы, например, живете с таким человеком или работаете, и это предполагает, что вы там обсуждаете что-то, например, там, да, что-то происходит с детьми, кого-то куда-то надо отвозить, что-то нужно купить, там, допустим, что-то нужно по работе сделать. А с другой стороны, это нужно делать холодным, спокойным голосом, безэмоциональным, да, не спрашивая человека, что у тебя случилось, и уж точно не говоря ему о том, что мне не нравится, как ты себя ведешь. Ему до этого, видимо, тоже что-то не нравилось, возможно, постоянно, поэтому он так себя ведет. Следующая рекомендация по поводу человека, с которым нам предстоит строить, например, отношения, да, он обижается и молчит. Конечно же, в первую очередь, нужно понимать, что если бы появились бы на этот свет с таким же характером, поверьте мне, вы точно так же бы себя вели. Потому что очень часто бывает, что мы осуждаем другого человека, пропуская это через себя и говоря, я бы так не сделал, не сделала, я бы там лучше поссорился, выяснил, высказал, допустим, вот, там, потребовал что-то, но не стал бы так себе вести. Да, как правило, для этого нужна сила характера. Люди с меланхоличным темпераментом, даже если как бы это не один вид темперамента у человека, то когда он выпадает в меланхолию, они становятся очень слабыми, им очень сложно проживать тут вот негатив внутри, да, и при этом еще делиться этим негативом и обсуждать его. У них просто даже ресурса нет на то, чтобы каким-то образом, допустим, обозначать, да, что им плохо. Именно поэтому бывает, что негатив помогает им стать сильнее, постепенно, когда они его собирают в ком, они взрываются. Но опять же, ведь как правило, это как бывает? Они взорвались на какое-то время, там, позлились, и потом опять утихли, да, и опять постепенно как бы превратились в молчанов, которые делают вид, что все хорошо. Именно поэтому нужно просто с пониманием относиться, что вот у человека такие особенности темперамента, такие особенности характера. Что дает понимание? Ну, в первую очередь, не накручивать себя, потому что, когда мы начинаем себе говорить, я бы так не сделал, мы такие уже, этот человек плохой, я бы сделал по-другому. Этот человек не хочет, не умеет, не хочет делать, да. Мне не нравится, например, что человек так себя со мной ведет, он мой враг. Соответственно, в каком состоянии двое людей будут находиться? Один обиженный, другой возбужденный, враждебно заведенный. Это никогда не приведет к никакому нужному результату. самое лучшее – дистанцироваться и понять. Вот этому человеку приходится учиться, да, быть, скажем, спокойнее и спокойнее реагировать на свое окружение. Ну, и, собственно говоря, как выходить там из ситуации, когда человек обижается и, ну, никаким образом не идет на контакт? Конечно же, в первую очередь, если вы видите, что человек действительно замкнулся, держит дистанцию, вы с пониманием к этому относитесь, но это уже длится достаточно прям долго, да? Что значит долго? Все-таки, наверное, больше двух дней, как минимум. То в данной ситуации нужно стараться разговаривать с этим человеком, дальше уже более развернуто, так, как будто бы вы просто по-дружески к нему относитесь, несмотря ни на что. Здесь могут быть два результата. Первый, все-таки человек сорвется, но не так уже сильно. Он, во-первых, на дистанции побыл, остыл, да? Во-вторых, как бы не видит от вас враждебности, соответственно, как бы не может более враждебно к вам настроиться. Вот. Ну, и плюс, когда вы начинаете разговаривать так, как будто вы с ним все-таки по-дружески общаетесь, у него уже не будет повода так сильно рассердиться. А может быть, конечно, он тоже сделает вид, что ничего не произошло, да? И ситуация сгладится. Нужно ли в таких ситуациях все время садиться за стол и обсуждать, что это было, почему так произошло? Наверное, те люди, которые проживают с уязвимыми людьми, поймут, что, ну, как бы я сейчас права, да? Нет. Почему? 24 на 7 постоянно обсуждать, почему с утра не так, днем не так, вечером не так. Но, как бы не всегда это имеет смысл. Если ваша вторая половинка действительно очень уязвима, то нужно научиться просто быть заботливым, понимающим, заботливый, понимающий, да? И в каких-то ситуациях действительно давать обратную связь, тогда, когда это чрезмерно. То есть мы видим, что, например, это действительно сказывается там на жизни, на здоровье, там, на, скажем, на качестве отношений по причине того, что, да, это очень часто регулярно вызывает небезопасность, теряется доверие. Тогда имеет смысл. А каждый раз по какой-то ситуации, ну, это действительно лишний раз даст повод для размолвки и не более. Потому что, как правило, обидчивые и уязвимые люди в момент своего негативного состояния, к сожалению, не готовы слышать. И когда ко мне приходят такие клиенты, я очень часто, во-первых, предлагаю себя записать на диктофон по причине того, чтобы они запомнили вообще мои рекомендации. Потому что реально человек в состоянии эмоций, он очень уязвимый, он от меня выйдет, он вроде у меня головой качал, мы вроде проработали все, да, вышел от меня и обнулился. И плюс к этому очень часто я обращаю внимание человека на то, что на самом деле он сейчас вполне не усваивает много информации. То есть я прямо спрашиваю, что понял, на что обратил внимание, понял ли на самом деле меня. Потому что они иногда из-за доброты душевной, чтобы не обидеть психологу, тоже могут сказать, что поняли, а на самом деле ничего они не поняли. Поэтому разговаривать с такими людьми об их уязвимости, ну это фактически просто сливать энергию. Ну и на самом деле еще единственный раз подчеркивать их особенность. Поэтому самое главное – это все-таки научиться принимать, что у человека есть такие моменты, которые действительно ему самому мешают. Как же влияет обидчивость на самого человека? Потому что, поверьте, она влияет. Но на самом деле это люди, которые в принципе очень часто не доверяют окружающим. Причем неважно, насколько эти окружающие, как долго они их окружают. Это может быть пара, которые вместе 20 лет прожили. И в принципе со стороны кажется, что достаточно хорошая семья. Но как ни глубже, и тот, кто уязвимый, он периодически все время думает о том, что он, например, может быть не в безопасности, что если с ним что-то случится, или с ней что-то случится, его не поддержат. Ну, такие мысли, они вообще многим свойственны. Просто уязвимым людям очень часто свойственно думать неприятные вещи в свой адрес. То есть, как бы они так устроены. И поэтому получается, что они не могут полноценно расслабиться и радоваться. То есть, чаще они находятся в состоянии уныния, грусти, печали, ну, может быть, просто напряжения, к которому они, в принципе, за жизнь привыкают. И поэтому иногда даже не могут отследить, насколько они напряжены, пока у них не начнет портиться здоровье. Еще обидчивость влияет на самого человека через снижение самооценки. Потому что, как правило, человек, который считает, что к нему очень многие люди относятся недоброжелательно или выводят его на какие-то неприятные переживания, он начинает оценивать себя как неважного, неинтересного, как человека, о котором не хотят заботиться, не хотят беречь, не хотят к нему хорошо относиться. И отсюда получается, что если даже человек не транслирует эту самооценку, то когда ты с ним начинаешь разговаривать или наблюдаешь, скажем, за его поступками, то это прямо как бы начинает бросаться в глаза. Потому что уязвимые люди, они редко проявляют инициативу, они не способны практически выступать на публике. Им очень сложно, скажем, стремиться к чему-то и быть целеустремленными. Они не готовы высовываться и претендовать на лидерство. Потому что, в принципе, даже если это человек, который родился с определенными способностями и талантами, он о себе так не думает, и ему мешает постоянное переживание того, как относятся к нему окружающие. Что же нужно осознать, чтобы меньше обижаться тому человеку, который настолько уязвим? Ну, на самом деле, это избитые истины. Мне кажется, на сегодняшний день ими заполнен интернет. Но тем не менее. В первую очередь, человеку нужно понять, что большинство людей на самом деле зациклено на себе. И поэтому, когда люди как-то себя ведут, то они себя ведут, исходя из собственных потребностей и желаний, а не для того, чтобы кому-то навредить. Если вы зайдете в аудиторию, где будет, скажем, огромное количество людей, которых вы, допустим, не знаете, сядете в угол, обратите внимание, что очень многие люди заняты в первую очередь самими собой, даже если они разговаривают с окружающими. И когда человек выходит, скажем, из помещения, конечно, он может кого-то пообсуждать, даже поосуждать, но это пройдет, и дальше он тоже думает только о себе. И получается, что когда человек, который очень склонен к уязвимости, постоянно думает, что к нему как-то неприятно кто-то относится, то он глубоко заблуждается. Увы, в большинстве своем, настолько, насколько вы думаете, вы не нужны окружающим людям. Да, можно, конечно, обижаться и на это, что мы не нужны окружающим людям, но здесь вариант того, что людям нужны только те, кто действительно им интересны, кто действительно способны их вдохновлять, и рядом с кем человек расцветает, с кем становится, скажем, другим человеком, который нравится самому себе. Поэтому в данной ситуации, если вы бы хотели все-таки, чтобы вокруг вас были приятные вам, интересные люди, то здесь очень важно заниматься саморазвитием. Что еще нужно осознать человеку, который постоянно обижается? Ну, наверное, в первую очередь то, что в его жизни очень мало положительных эмоций, очень мало, скажем, каких-то, может быть, целей, ну, они не настолько целеустремленные, занятий, ситуаций, в которых он получил бы радость. Потому что когда у человека неважно, какого темперамента, насыщена жизнь, когда он счастлив, когда ему действительно интересно, и ему есть о чем подумать, кроме как думать о ком-то, кто, допустим, ему что-то сказал плохое, то он быстро переключается, и на самом деле спокойнее может отреагировать на какие-то моменты от других людей. Если у человека жизнь скучная, неинтересная, серая, может быть, даже человек зависим от кого-то, например, от своей второй половинки, то, конечно же, в данной ситуации его уязвимость ухудшает его состояние. То есть каждый раз в каких-то спорных моментах, где, например, можно было бы просто по-другому себя вести и поступить, он все равно уходит в негатив, потому что он к нему предрасположен. Любой человек иногда бывает уязвим. Это связано с нашим психическим здоровьем, с нашим иммунитетом, когда мы, допустим, плохо себя чувствуем, болеем, когда мы устарше, истощены. И в эти моменты мы все можем каким-то образом неправильно реагировать на окружение и замыкаться в себе, например, думать неприятные вещи про других, про то, что мы никому не нужны, например, если что-то случится, никто и не узнает и так далее. Поэтому всегда нужно помнить, что мы можем быть на месте такого человека, а значит, нужно понимать, что это процесс, которым сложно управлять. И для того, чтобы люди могли действительно по-настоящему попробовать измениться, люди, у которых внутри так много уязвимости, для этих людей, в принципе, близкие должны все-таки давать определенный бонус в плане понимания, принятия, но, конечно же, не в плане того, чтобы человек, скажем, каждый раз истерил, а вы к этому с пониманием относились. Понимание здесь подразумевается, что вы, в первую очередь, не уходите глубоко, не обижаетесь, не горюете, не психуете, а все-таки просто можете дать обратную связь, что заканчивая уже сил нету это слушать. Когда оба человека начинают горевать, один начинает враждовать, другой начинает обижаться, здесь это уже непоправимая история. Когда один человек просто дает обратную связь и останавливается, то, в принципе, второму тоже ничего не остается, как в какой-то момент сказать себе стоп, и это позволяет ему быстрее выйти из своего неприятного состояния, ведь он его уже частично отреагировал, а частично прожил. Если у них не будет такого окружения, то понятно, что они будут постоянно чувствовать себя несчастными, ссориться с окружающими, и тогда у них будет очень маленькое количество друзей, и не всегда у таких людей бывает вторая половинка, потому что не всегда возможно с таким человеком действительно построить отношения, в которых будет комфортно. Ну и, конечно же, как сотрудники, да, и как коллеги, они тоже будут сложны в работе по причине того, что каждый человек будет не понимать, как на них реагировать. Поэтому ответственность, конечно же, за их поведение в первую очередь на самих обиженных людях. Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас на канале Арктик ТВ, на сайте Арктик ТВ в архивах огромное количество рассмотренных мною тем. Ну а на сайте tabykina.ru можно присылать свои вопросы и пожелания. Субтитры подогнал «Симон»